Казанский клуб Играли очередной матч чемпионата против кемеровского Кузбасса. Первую партию казанцы завершили без особых проблем, переиграв соперника со счетом 25-16. Отметим, что Кузбасс в этом году строит свою игру за счет успешной защиты атак Павла Мороза. Так вот и в этот вечер зенитовцы смогли нейтрализовать оба этих компонента кемеровчан. Однако в каждой следующей партии хозяева зарабатывали на 2 очка больше, чем в предыдущей. 25-18, 25-20 в пользу зенита. До финиша регулярного чемпионата осталось два тура, в которых, очевидно, Олег напроверит своих молодых игроков. Хоккеисты такой роскоши себе позволить не могут. Впереди только решающие матчи. Завтра Акбарс проведет первую встречу против Салатюлаева в рамках полуфинала Восточной конференции. К решающим играм готовятся не только хоккеисты и болельщики, но и телевидение. ТНВ предлагает ряд нововведений и сюрпризов. О некоторых из них можно говорить уже сейчас. Впервые в истории республиканского ТВ съемки хоккейного матча будут производиться не только со стационарных камер, но и с дирижабля. Проект будет реализован совместно с компанией Global Media. Накануне во время открытой тренировки Акбарса система была протестирована. Отметим, что во время матча Цепелин никому мешать не будет. Система планируется использовать лишь для показов бьюти-шотов и момента выхода команд и исполнения гимнов. Начало трансляции Акбар Салатюлаев 8 марта на ТНВ в 17.00. Сюрпризы еще будут. Сегодня, когда в Москве уже будет полночь, казанский Рубин сыграет в матче 1-8 финала Лиги Европы против испанского Леванта. Матч пройдет в Валенсии. Тем временем стали известны любопытные подробности. Во французской бригаде арбитров, которая будет обслуживать встречу Леванта и Рубина, обнаружился наш старый с доброй знакомой. Дополнительным помощником главного судьи Антони Готье будет работать Лоран Дюамель. Он обслуживал встречу Лиги чемпионов с 2009 года, когда Барселона сенсационно уступила казанцам 1-2. Сообщил из Валенсии специальный корреспондент портала Бизнес Онлайн Джаудат Абдулин. Будем болеть за наших. На этом наш выпуск завершен. Увидимся на ТНВ. Белые дамы, с наступающим праздником вас! Важнее всего погода в доме, так что пусть в вашем доме всегда будет тепло и ясно. И в этот праздничный день погода за окном тоже будет вполне комфортной. В предстоящие сутки облачно с прояснениями, местами снег, метель. Ветер ночью западный, сильный, временами порывистый. Днем западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 9-14 градусов мороза, при прояснениях около 17. А днем на юго-западе в Блынске, Булгаре, Хапастово, Камском устье, Дрожаном минус 6-7. На северо-западе в Арске, Кубмаре, Болтосях, Зеленодольске около 10 мороза. В центре в Чистополе, Нурлате, Аксубае, Мамадыши, Черемшане минус 5-9. На северо-востоке в набережных Челнах, Агрызе, Сарманово, Муслюмова минус 6-8. На юго-востоке, в Альметьевске, Бавлахе, Ознакаево, Лениногорске, Бугульме 5-7 градусов ниже нуля. На дорогах гололедится, будьте осторожны. В автосалоне Автолайф Трейдинг новое большое поступление автомобилей 2013 года. Kia Rio и Renault Duster. Приходите. Казань, Спартаковская, 6, второй этаж парковки Сувар-Плаза. Подробности по телефону 526-54-21. В Казани облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер ночью западный, умеренный до сильного. Днем северо-западный. Ожидаемая температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза. Днем 7-9. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм ртудного столба. Влажность воздуха 90%. Кто сказал, что купить мебель легко? Вовсе нет. Это сложная задача. Но решать ее с Миллениум Мебель увлекательно и приятно. Потому что здесь знают самое простое решение. Выбирать из большего лучшее. Два этажа первоклассной мебели. Приятные цены. Идеальное расположение на карте города. Бесплатная парковка для клиентов. Европейский сервис. Миллениум Мебель. Простые решения. Чистопольская, 69. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...